Как нашли великолепный алмаз, получивший имя Шах? Как древние мастера смогли сделать гравировку подручными средствами на самом твердом минерале в мире? Почему персидский шах отдал свой любимый алмаз российскому императору? Мы начинаем! Алмаз-шах сегодня хранится в алмазном фонде. Человечество знает этот уникальный кристалл уже 600 лет. И до сих пор не утихают по нему споры. Я расскажу о трех известных тайнах и их разгад. Тайна номер один. Происхождение камня. Алмаз под названием Шах весом 88,7 карат был найден в 1450 году. На кристалле имеется три гравировки. Самая ранняя датируется 1591 годом. Согласно преданию, алмаз-шах был найден в копях Галконда. Только вот незадача. Копии Галконда были открыты лишь в 1630-х годах, согласно записок европейского путешественника Павернье. Так как же было на самом деле? Алмаз-шах на самом деле был найден у реки Кришна. Это недалеко от этого района. Местные увидели роскошный камень, повезли его на рынок. И что было дальше? Торговцы определили алмаз как сорт вайшья. Это значит, имеющий небольшой желтый нацвет. Поэтому решили продать его правителю Ахмат-Нагара, как человеку, которому и такой камушек сойдет. Сам алмаз-шах имеет необычную форму октаэдра в виде удлиненной призмы со скошенными краями. Такая редкая форма предопределила его заметность среди остальных драгоценных камней и его очень интересную судьбу. Тайна номер 2. Надписи на камни. Первая надпись появилась в 1591 году. Она была такая. Бурхан-Низам-шах, второй, тысячный год. Тысячный год по нашему летоисчислению это 1591 год от Рождества Христова. Хорошо, но вот что смущает. Как можно сделать надпись на алмазе подручными средствами? Ведь алмаз самый твердый камень в мире. Алмаз алмазом поцарапать, да, можно. Но насколько это будет похоже на очень красивую надпись? Разгадка была найдена. Искусный ювелир прибыл в Бурхан-Шахе, взял алмаз и самую широкую грань покрыл воском. Далее иголкой отметил будущую надпись на этом воске. Затем взял крупную иглу, смочил ее маслом и на кончик присоединил алмазную пыль. Именно с помощью алмазной пыли удалось выполнить многократными движениями царапание алмаза строго по задуманному рисунку. Я не могу сказать, я не ювелир, но выглядит правдоподобно. Но может ювелиры выскажут свое веское слово? Насколько такое в принципе возможно? Вторая и третья надписи были сделаны по случаю владения камнем на Дершахах. Это империя Великие Могула в 1642 году. И третья надпись это Фатхали Шах. Персия, 1833 год. Яснение, что эти надписи были сделаны уже другим методом. Изначально делалась металлическая надпись, прикладывалась она к алмазу и вся конструкция помещалась в глину, а потом запекалась в печи. Получается, металл разогревался и прожигал надпись на алмазе. Только вот что смущает. Температура, при которой алмаз практически исчезает и высвобождается углекислый газ от 850 градусов, что вполне может быть в печи. Но тогда риск остаться без алмаза очень велик. Да, и при увеличении температуры алмаз начнет мутнеть и не останется таким прозрачным. Сначала он будет молочным, потом грязно-серым, потом совсем помутнеет. Этот вопрос еще предстоит решить ученым, возможно, подняв засекреченные иранские архивы. 30 января 1829 года принц Хасрев Мерза наносит визит императору Николаю I и вручает алмаз Шах в качестве компенсации за убийство Грибоедова, произошедшее в Тегеране. Однако это официальная версия. Историки придерживаются иного мнения. В 1828 году Россия подписала в проигравшей войне Персии Туркманчайский договор. Согласно этого договора Персия обязана выплатить 10 куруров. Что такое 10 куруров? Это 20 миллионов рублей золота. На тот момент в Персию был направлен Грибоедов для получения остатка куруров. Спустя некоторое время происходит убийство Грибоедова и других сотрудников русского посольства. Конечно, Шах об этом не знал. Однако целью прибытия сына Шаха к Николаю I была мольба о снижении контрибуции, а вовсе не замаливание грехов. В итоге император Николай I отказался от одного курура, а по второму дал отсрочку в 5 лет. Так что вряд ли такой подарок можно рассматривать как откуп. Понравилось видео? Ставьте лайки, оставляйте комментарии. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить следующие видео. До новых встреч!